То есть у меня картинка с камеры, а вот я трансперенс и прозрачность догоняю, и мой объект, привязанный, появляется в реальных условиях, вплоть до разрезов. Продолжение следует... Мы все говорим GPS-приемниками, стахиометрами, но на самом деле смотрят геодезисты на контроллер, смотрят на экран и работают с полевым софтом. И тренд, тенденцию, как сейчас выглядит современный полевой софт, я постараюсь вам показать. Хотя я, конечно, это буду рассказывать на примере своей компании, в которой работаю, то есть Trimble. Но, тем не менее, тренд один и тот же у всех компаний. Поэтому, значит, это, наверное, можно считать, что это общая тенденция отрасли. Итак, давайте я начну. Вот, значит, это вот контроллеры, с которыми мне удалось поработать в моей жизни. То есть когда-то, в конце прошлого века, у нас с вами был, так сказать, DR-DOS, такие вот четырехстрочные контроллеры, с которыми можно было работать только вверх-вниз и Enter. Все. Других возможностей у геодезиста не было. То есть вот он так вот выбирал. Потихонечку у нас с вами шло развитие контроллера строения. И у нас вставали появляться сенсорные дисплеи, появляться новые беспроводные технологии. Потом, наконец, там появляются цветные дисплеи, появляется Wi-Fi. То есть вот уже вот такие контроллеры, уже более-менее современные. Может быть, тут в зале даже некоторые с ними и удалось поработать. Вот как выглядела картинка на экране этих контроллеров. То есть это, там, сперва псевдографика, такая некая, ну, типа вот как здесь. То есть такие картинки и текст. Все равно вверх-вниз и Enter. Вот. Но, в конце концов, наконец, появился все-таки Windows Mobile. То есть это уже появилась уже полноценная графическая среда. Где-то приблизительно 10 лет назад стали появляться дисплеи все больше и большего размера. Улучшается разрешение экрана, он становится сенсорным. Появляются какие-то там камеры, 3G модемы. Еще процессор становится практически уже взрослым. То есть это почти уже компьютер. То есть я практически в поле уже сейчас выхожу с вами с полноценным Windows компьютером. Ну и вот что дальше у нас. Значит, геодезис плавно перешел к тому, что, значит, из набора точек различных, геодезис перешел на экран карты. Экран карты, на котором он видит то, что он, во-первых, отснял. Во-вторых, довольно плавно произошло внедрение на этот экран карты DXF формата. То есть вот DXF формат, он как-то вот его не было, не было, не было, а потом бах, и он стал у всех. То есть практически сейчас уже нету работы. То есть нельзя представить себе современного геодезиста, который выйдет на работу и не положит себе подложку. Подложку в виде DXF файла для того, чтобы увидеть, что было сделано и что ему нужно сделать. Кстати говоря, раз уж мы говорим про эту подложку, то она не просто так лежит для красоты, а она лежит для дела. Она активная, ее можно использовать. То есть любой объект, любой точку, любой примитив, ее можно выделить. Ну, например, вынести в натуру. Значит, потом, смотрите, появилась вот такая штука, которую можно назвать 2,5D. То есть это, с одной стороны, экран-то плоский остался, все равно я работаю на плоскости с вами, но уже цвет мне позволяет уже о рельефе, например, немножко получать информацию. То есть уже расширение определенное произошло. Ну, например, появились поперечники. Если я работаю с трассами, то у меня появился дополнительный режим, в котором я могу посмотреть ее сбоку, разрез своей трассы. Ну и теперь вот можно сказать, что у нас произошло за последние буквально пару лет. Значит, у нас, во-первых, с вами поменялись операционные системы. У нас с вами теперь Windows 10 и Android. То есть был Windows Mobile, так можно сказать, маленькая такая, усеченный Windows. А теперь у нас большой Windows. У нас теперь 5-10 дюймов экраны. У нас теперь мощные процессоры, совершенно нормальные. И у нас современные интерфейсы. То есть я теперь все, у меня теперь мобильный офис, по сути дела, в руках. Я выхожу с компьютером на работу. Ну и вот некоторые скриншоты я вам сделал. Это все равно вид план. А вот это уже вид 3D. То есть я теперь уже могу смотреть свои проекты, например, трассу или что-то еще, в 3D виде. В компании Trimble работают с такими мощными, так сказать, подразделениями. Есть, которые занимаются только 3D-моделями. В частности, например, SketchUp и Tecla подразделения, у них просто основной продукт их, это 3D-модели. Что они делают? Вот такая штука, вот на выходе у них приблизительно вот такая вещь. То есть это полностью 3D-моделирование предприятия какого-то или какого-нибудь сооружения. И с чего все началось? Сперва эти модели можно было внедрить в офисный софт. Ну тут Trimble, это называется Trimble Business Center. Вот SketchUp тоже. Можно вплоть до каждого стула модель сделать в своей организации. Ну вот, кстати говоря, вот у нас интересный, Ренат Лагич, наверное, узнает, да? Это у нас модель, сделанная по облаку точек. То есть можно было модель сделать отдельно, а можно ее создавать уже на основе каких-то измерений. Наконец, дальше мы с вами пошли. И вот эту модель, которую мы рассматриваем на полевом софте, мы имеем возможность, наконец, ее загрузить в свои контроллеры, в свои полевые устройства. Как я вам уже сказал, поскольку они мощные и достаточно большой экран, который позволяет крутить эти модели прямо в поле. То есть вот, смотрите, теперь у нас классическое полевое устройство выглядит следующим образом. Экран разбивается на две части, и в правой части традиционная текстовая информация, а в левой части экран 2D или 3D. И вот, в частности, вот можно туда загрузить довольно крупный объект. Причем, значит, ну если с огромным объектом работать, все равно достаточно неудобно в поле, да и не нужно. Поэтому я могу его, так же как DXF, разбить на... Не разбить, а вывести его слои, включить только тот слой, с которым мне нужно работать. И в поле он будет передо мной. Например, фундамент. Или, например, какие-нибудь там анкерные болты. Вот я могу этот слой вывести на экран своего полевого контроллера, указать конкретно точки, которые мне нужны, и заняться выносом в натуру. То есть прямо я выбрал себе центр столба какого-то, и выношу его либо тахеометром, либо с помощью GNSS-приемника. Последняя вещь, которая произошла совсем недавно, теперь вот эти 3D-модели стали, как сказать, выделяемыми. То есть теперь, если раньше на них можно было только смотреть, то теперь я могу, нажав на какой-то трехмерный объект, выделить его. Выбрать, например, точку на трубе. Или выбрать ось трубы сразу. И заняться выносом в натуру пространственного объекта. Вот есть еще у нас вот такой инструмент, который объединил себе тахеометр и сканер, и набор камер. Этот инструмент у нас теперь позволяет выводить на экран результаты своего сканирования. И не просто так, а сразу анализировать скан на ровность. То есть я могу, отсканировав стенку сооружения, или пол в каком-нибудь заводе, на каком-нибудь предприятии, я могу сразу посмотреть, насколько он отличается от идеальной плоскости. И посмотреть, как бы, ну вот, в частности, узнать, насколько именно, например, вот эта яма там, серьезна она или нет. То есть это все я могу увидеть в поле. Дальше инструменты, у которых есть камеры, вот этот вот тахеометр, который я вам показал, у него есть камера, она позволяет на живое видеоизображение наложить модель, 3D-модель, и посмотреть. Естественно, модель должна быть предварительно геопривязана в системе координат моего проекта. Но если я это сделал предварительно, то у меня я вижу и картинку из камеры, и мой будущий или сооружаемый 3D-объект, с которым я могу работать поэлементно, до каждого болта. То есть они все подлежат выбору и выносу. Вот еще одно интересное устройство, я про него вообще-то рассказывал два года назад, сейчас просто буквально чуть-чуть. Вот хочу посмотреть. То есть вот это обычный смартфон, на который грузится модель. Прямо в него грузится модель и накладывается на живое изображение, то есть дополненная реальность. Несколько буквально картинок, как выглядит это. То есть у меня картинка с камеры, а вот я трансперенции, прозрачность догоняю, догоняю, и мой объект, привязанный, появляется в реальных условиях вплоть до разрезов. То есть кросс-секшн, сечение я тоже могу сделать и посмотреть, как у меня этот объект не просто снаружи, а даже и внутри. Ну, естественно, пройдя по реальной поверхности. Что я могу сделать? Только посмотреть пока и внести замечания, внести какие-то свои коррекции и потом это отправить в облако. Ну, давайте еще здесь посмотрим, что можно делать. Вот, например, ну, не знаю, дачный участок, да? Вот я выбрал место положения для своей беседки или пристройка к дому. Вот так вот она будет выглядеть. То есть я просто прозрачность добавляю и вижу свою модель, наложенную на реальную картинку. Это все происходит, в общем-то, на маленьком полевом устройстве достаточно, на вашем смартфоне. Вот будущее какое-то сооружение, которого сейчас нет, но которое я могу посмотреть и я могу изменить, видоизменить. То есть я его еще не начал сооружать, я его пока только посмотрел на виде в плане, а потом я его смотрю в виде пространства. Ну, вот вплоть, опять же, до, в общем-то, до мелочей. Если у меня в модели были изображения, детали, то они будут у меня и в реальности. Но еще интересно, Тримбл сделал, чуть-чуть пошел дальше, недавно, относительно недавно, выпустив систему, которая работает с компенсацией наклона, наверное, вы про это слышали, То есть теперь у нас есть приемник, у которого интегрирована инерциальная система, которая позволяет определять теперь уже координаты не проекции фазового центра на Землю, а координаты кончика вешки. То есть теперь, собственно, кончик вешки это и есть измерительная точка. И благодаря появлению этой системы я теперь могу заниматься съемкой таких точек, которые раньше мне было бы, например, достаточно сложно сделать. Ну, в частности, осыпающиеся какие-то края, да, или недоступные какие-то углы заборов там и так далее. Кстати говоря, тут недавно, как раз, недельку назад испытал эту систему, очень ей доволен. Если вы хотите, то наберите в Ютубе Тримбл Раша или Михаил Караванов. Я туда вот этот ролик выложил. Я там вот стою на точке и смотрю, насколько хорошо на одной точке у меня ложатся координаты в кучку. Вот, результаты, прямо скажем, очень хороши. Стабильно, точно и долго держится это решение. Так вот, теперь благодаря тому, что у меня есть информация о наклоне вешки, я теперь могу выводить изображение модели и опять-таки его накладывать на живое видеоизображение из камеры моего контроллера. То есть, у меня GPS-приемник выполняет функцию датчика, который вычисляет координаты и наклон, то есть, наклон известен. Контроллер прикреплен крепко, то есть, я не меняю его положение относительно вешки, и, соответственно, теперь я могу, глядя на экран моего контроллера, видеть опять вот ту же самую картинку, что я вам показывал, как на смартфоне. То есть, это одновременно у меня и 3D-модель используется, и дополненная реальность. Интересно, что у меня есть такие дополнительные моменты, которые появились, это вид скважины. То есть, я могу теперь здесь смотреть не только надземку, но если у меня есть модель с подземкой, то есть, трубы и так далее, то я могу включить вот этот, так называемый, вид отверстия или скважина и поглядеть, как там с меня с подземкой дела. Вот на этой точке. Ну и вот, соответственно, поглядите. То есть, теперь у нас полевик, выходя в поле, грузит 3D-модель и, например, вынося какой-то элемент, увеличивает с помощью вот этого движения, привычного нам на смартфоне, увеличивает какой-то кусок, выбирает две точки и выносит натуру. То есть, вот у нас происходит уже, мы сейчас находимся с вами в процессе перехода на 3D в полевых своих работах. Если вам презентацию хотите скачать, сфотографируйте вот этот вот QR-код, там она лежит, по этой ссылке. Спасибо за внимание, ваши вопросы.